здравствуйте друзья здесь димитков юрий сейчас я хочу быстренько прокомментировать что произошло вчерашний день потому что у многих возникла там буквально паника вот посмотрите что произошло с сургут нефтегазом привилегированными вы знаете что я ввязался там в драку и купил сургут нефтегаз привилегированный вот вы видите синяя линия это линия покупки я купил привилегированные акции в ожидании дивидендного ралли с плечом и сказал наблюдайте вот и несмотря на то что я не призывал других этого делать но за мной в общем то моему примеру последовали достаточно много людей и они говорят слушай ну вот кто здесь купил еще они подросли до некоторые купили позже и что вчера произошло посмотрите вот акции упали акции упали и упали так здорово вот они упали но насколько здорово здесь дневной график видно что они не так уж и сильно упали на самом деле но люди это ощутили и они говорят что делать надо их продавать гэпа не будет значит там роста не будет ралли не будет вообще ничего не будет вот но да и многие меня убеждали что слушай но тебя снесут там вынесут и так далее и что вообще вот ты не прав ты так далее вот смотрите вот она вот оранжевая линия я говорил что я поставил стоп я говорил что стоп я но акции поднялись я стоп не двигал почему потому что я ожидал что они могут и упасть естественно потому что много всего происходит и вчера именно это и произошло да они упали насколько сильно они упали но не сильно они упали они упали сейчас скажу сколько максимум был 41 500 минимум 40 90 925 то есть они упали на 50 копеек всего лишь многие были в панике потому что ну как же так на целый процент упали акции и почему они упали давайте скажу то есть я вот тоже думал почему они упали проанализировал немножечко вот и мне звонил еще молодой человек значит он сказал что вообще что делать он также как и я купил россию 28 и россия 28 вчера тоже упала и вообще все упало он увидел когда на своем счете там минус 10 тысяч то в общем-то для него это была катастрофа я в общем сказать не особо даже смотрел за этим но когда я посмотрел на свой счет у меня тоже минус 10 тысяч вот давайте посмотрим в связи с чем это произошло страшно это или нет и чем все это кончится смотрите а вот что произошло валютный рынок usd rub tomorrow посмотрите вчерашний день вчерашний день начался с падения доллара очень резкого по отношению к рублю посмотрите доллар стоил накануне 63 77 это и так немного и он упал до 62 89 на закрытие что же произошло да и как это отразилось на сургуте а вот как но меня многие предупреждали и говорили что у сургута огромный кэш в долларах и именно поэтому именно поэтому не стоит брать сургут потому что ну есть риски да есть риски что доллар упадет по отношению к рублю вот вчера этот риск реализовался доллар по отношению к рублю вы видели вот она доллар по отношению к рублю упал на один процент и ну буквально на один процент упали акции сургут нефтегаз привилегированные а теперь надо ли подавать да что произошло давайте я покажу что произошло с россией 28 вот что произошло с россией 28 она взлетела в цене понимаете она взлетела в цене и если россия 28 стоила до этого и так очень, так сказать, баснословно 165% от номинала, то она взлетела до 167% от номинала. То есть тоже на 1% буквально взлетела в цене. Что произошло с другой моей еврооблигацией? Сейчас я попытаюсь ее найти. Вот она, веб-23. Он тоже поднялся в цене вчера. Понимаете? Он тоже поднялся в цене. Почему все это происходит? А вот почему, друзья мои. Смотрите, открываю Market Tweets и читаю. Евробонды РФ с погашением в 2029 году благодаря росту ликвидности после доп. размещения станут репрезентативным десятилетным бенчмарком. Ну, это ни о чем, значит. Ну, или... Но, смотрите, вчера состоялось размещение доп. выпуска евробонда в России, то есть государственных облигаций российских в валюте евробондов. И вот она, вторая часть этого же сообщения. Инвесторы из Великобритании приобрели почти 60% объема до размещаемых евробондов на 2,5 миллиарда долларов. Инвесторы из США 26%. То есть все эти евробонды практически были выкуплены инвесторами иностранными. Что это значит? А это значит, что достаточно большой приток долларов пришел в Россию, и они были проданы на валютном рынке. То есть доллары влились на валютный рынок, были проданы. Это спровоцировало падение курса доллара по отношению к рублю или, ну, как бы, рост курса рубля по отношению к доллару. В связи с этим все долларовые активы, естественно, которые в долларах, в долларах они у меня выросли. Россия 28 выросла в долларах, Веб 23 вырос в долларах. Вот, вчера был великолепный день у меня на бирже СПБ, там тоже все выросло, но все это выросло в долларах. А сам доллар упал на 1%. И, соответственно, смотрите, у Сургут нефтегаза привилегированных акций, активы, все говорят, что в долларах. Вот, огромные активы в долларах. Соответственно, эти активы тоже упали, и это спровоцировало падение курса акций. Вот, теперь вопрос, насколько долго это будет длиться? Но, просто это был разовый всплеск, я считаю, потому что было размещение облигаций, в Россию влилась, ну, достаточно большая сумма долларов, которые попали на валютный рынок, и, соответственно, это немножечко опустило курс доллара и подняло курс рубля. Все. То есть, дальше, сегодня я ожидаю восстановления вот этого курса и, соответственно, роста акций Сургута, роста курса доллара, то есть, будет коррекция вверх по доллару, и, соответственно, все это восстановится. Никаких катастроф, ничего, ну, я, по крайней мере, не продаю. Вот. Что еще из ужасного вчера произошло? Ну, немного юмора. Я решил, дело в том, что у меня спрашивают люди, какие акции покупать, какие акции покупать, и я решил продемонстрировать, что, в общем-то, не важно, какие акции покупать. Вот. Потому что, если рынок растущий, то практически разницы нет, какую акцию покупать. Вот. То есть, они все будут расти. И, наоборот, когда рынок падает, неважно, какие у вас акции, они все падают. И даже если вы в шорт, все равно все, в общем-то сказать, то есть, тут ничего не поймаешь, как правило. Ну, то есть, у меня, по крайней мере, так получается. Поэтому, когда рынок растет, а он сейчас растет, то, в общем-то сказать, разница небольшая. И я решил продемонстрировать это, ну, таким визуальным примером. Я поехал на речку, нарезал такие бумажки, и на них написал название акций. И решил, что вот я сейчас их пущу в воду, и, ну, то есть, смотрите, по течению плывут акции, и, значит, какие-то из них опережают, какие-то медленнее плывут, и, соответственно, ну, в какие акции вкладывать. Но общий тренд – это течение, и течение их уносит все равно вперед, то есть, курс растет. Ну, и посмотрите, что из этого вышло. Когда я опустил эти акции, воду, значит, одновременно бросил, то они не поплыли по поверхности, а сразу утонули. Это было смешно. Ну, видео из этого не получилось, но это было смешно и весело. Но ответ такой, на самом деле. Какие акции покупать? Ну, во-первых, я не гений, я не знаю, какие акции покупать, но когда рынок растет, буквально какие акции вы бы не купили, все будет расти, если покупать надолго. А именно так и надо делать. Покупать надолго. И не надо смотреть вот на эти вот текущие, вот это тю-тю-тю-тю-тю. Не надо смотреть. Если у вас, да, психология спекулянта, но, если у вас психология спекулянта, друзья мои, вы неизбежно должны смириться с тем, что акции падают. Они не только растут, они падают, и у вас будет счет то расти, то падать, то расти, то падать. И если вы только-только вложились, то он будет уходить в минус, когда падает. Когда он вырос уже, сказать, да, он там падает, падает, у вас там чуть больше денег стало, чуть меньше стало, но как бы все равно это в плюсе. А когда вот только-только вложились, он только упал, вы сразу замечаете, что ваши активы упали. То есть у вас только что было, значит, это самое, ну, вы вложили там, например, там 500 тысяч, да, а у вас стало 494 тысячи. Это заметно, 6 тысяч за, так сказать, потерять за один день. Но если вы вложили 500 тысяч, и через там полгода у вас стало 700 тысяч, и вот эти 700 тысяч уменьшились на 10, то есть стало не 700, а 690. Ну, вы говорите, ну, ничего страшного. А на самом деле, если бы вы вложили вот прямо только, что 700 тысяч, и стало 690, вы бы плакали. Поэтому, друзья мои, вот есть очень такой простой совет, который, ну, говорили раньше инвесторы, они говорили, купи акции и забудь о них, по крайней мере, на полгода. Вот. И через полгода проснись и посмотри. Вот. Если они упали, то снова засни и посмотри еще через полгода, они обязательно вырастут. Вот такое дело. И не надо смотреть вот прямо сейчас. Вот. Ну, а на сегодня все. Я надеюсь, что я немножечко успокоил ваши нервы. И, собственно говоря, я ожидаю сегодня роста. А почему у меня упали активы? Ну, опять же, у меня достаточно большая, если не большая часть сейчас в валютных активах. вы видите, это и евробонды, вы видите, что это акции американских компаний, которые очень здорово выросли, я не показал. Вот. Но они тоже очень здорово выросли, поэтому с падением доллара все это упало. Ничего страшного не произошло. Вот такая мораль. Вот. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк, оставайтесь на моем канале. Спасибо за внимание. С вами был Демитров Юрий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok